Здравствуйте! На 12-м канале час новостей в студии Анна Кокорина и главное сегодня. В центре Омска загорелся пассажирский автобус. Есть ли и пострадавшие? Впоследствии ЧП на железной дороге устраняли больше суток, из-за чего в Называевском районе сошли вагоны военного эшелона, выясняет специальная комиссия. Комсомольский мост открыли для большегрузов. Мосты старые, поэтому мы и хотели бы посмотреть, как он себя поведет. 25-тонными КАМАЗами конструкцию испытали на прочность, когда здесь начнут ремонт. В Омск прибыли лучшие студенты, будущие строители, автомеханики, электрики, стилисты и фитнес-тренеры. Приехал для накопления дополнительного опыта, для практики и для интереса. Оценивать участников конкурса WorldSkilledRussia будут эксперты крупнейших компаний страны и мира. Свечи и цветы в память о солдатах, погибших за родину. Для нас сирот войны – это большая, как сказать, победа, что ли. Мы теперь знаем, где наши отцы. В Омске, как и по всей стране, отметили день неизвестного солдата. Из солнечной Италии в сибирские морозы. Абсолютно нормальная погода. Я еще бываю в Якутске, так что по сравнению здесь это тепло. Итальянец Фабио Мастранджело открыл в Омске выставку ледяных скульптур и музыкальный фестиваль «Белая симфония». В центре Омска до тла выгорел пассажирский автобус. ЧП произошло на улице Омской в районе остановки 4-я линия. Предположительно, загорелся двигатель ПАЗа, следовавший по 59-му маршруту. В считанные секунды пламя перекинулось на салон. Автобус охватил густой черный дым и за несколько минут транспорт выгорел до тла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Люди успели вовремя эвакуироваться. Пожар тушили две бригады спасателей. Им же предстоит назвать причины происшествия. Известно, что сгоревший ПАЗик был не новым. И вполне вероятно, что в нем замкнула электропроводка. Восстановлению транспорт не подлежит. Комсомольский мост перекроют на ремонт. Правда, насколько масштабной будет реконструкция, пока неизвестно. Решение должны принять после подробного анализа состояния сооружения. Чтобы оценить, насколько изношена конструкция, здесь провели испытания. На одну ночь переправу полностью закрыли для движения. Ремонт проведут и на Ленинградском мосту. Причем запланированы работы уже на следующий год. Не встанет ли город в огромных пробках, расскажет Тарья Шадрина. Строем по Комсомольскому мосту едут КАМАЗы. Большегрузы, для которых обычно здесь проезд закрыт, пригнали для испытаний. 16 машин, каждая весом 25 тонн. Как своеобразные гири, которыми и проверяют надежность моста. Сначала будет статический, так мы в нескольких сечениях, в самых напряженных, посмотрим, как он себя проявляет. И после этого будет динамика. То есть с разными скоростями машины у нас будут ходить. Примерно при статических испытаниях, примерно у нас получилось 65-70% загрузки, вот расчетной которой, потому что 100% нельзя этого делать. Мосты старые, просто мы поэтому и хотели бы посмотреть, как он себя поведет. За поведением сложной конструкции следят не только наверху, но и внутри сооружения. Здесь специально для исследования установили десятки датчиков, показания которых и позволят определить, насколько изношен мост. Оценивают специалисты и визуальное состояние. Уже сейчас понятно, ремонта не избежать. Здесь надо, во-первых, антикоррозийное покрытие делать, всех металлических конструкций. Здесь надо перильные ограждения менять. Здесь надо бордюрные ограждения менять, потому что меняются СНИПы, меняются ГОСТы, меняются требования. Деформационные швы. В первую очередь надо менять деформационные швы, для того, чтобы обеспечить плавность хода всего проходящего транспорта. На то, чтобы обработать результаты, уйдет около двух недель. После чего специалисты предоставят подробные отчеты о состоянии Комсомольского моста. И уже тогда решат, какой вид ремонта требуется сооружению и в какие сроки его необходимо провести. Вот по Ленинградскому мосту такие решения уже приняты. Причем озвучили их во время открытия реконструированного юбилейного моста. За этой большой стройкой мечи наблюдали с особым интересом. Его свяжили не только внешне, полностью заменили полотно и металлические стяжки. Так что теперь один из главных дорожных объектов должен прослужить десятилетие. На Ленинградском мосту работы не столь масштабные. Сейчас здесь частично ограничили грузоподъемность и движение по тротуарам. В следующем году планируют специалисты приступить к ремонту. Еще планируется в 2019 году замену двух деферационных швов. То, что мы заменили, это в 2012 году два шва, и еще два деферационных шва, которые размещены на проезжей части. То есть, проще говоря, это температурные швы. При горизонтальном расширении, сжатии, там работает мост. И проект смен документации. Именно рассматривается на капитальный ремонт. При этом полностью закрывать мост для движения транспорта не будут. Работы проведут на отдельных полосах. Кроме того, в следующем году специалисты запланировали спецобследование еще двух мостов. Фрунзенского и Октябрьского. Деньги на это, порядка 5 миллионов рублей, уже выделены. Амичка, по вине которой из окна выпала полуторагодовалая малышка, нашлась в подмосковном Ногинске. Женщина сама пришла в местное отделение полиции. Сдаться решила сразу же, как только узнала о происшествии со своей дочерью, рассказала Алена Писаренко. На нее заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Амичке грозит до одного года лишения свободы, а также лишения родительских прав. Женщина в ближайшее время должна явиться в полицию Омска, где будут проводиться следственные действия. Напомню, 28-летнюю мать объявили в розыск после ЧП в советском округе. Женщина оставила свою маленькую дочь одну в квартире. Через некоторое время девочка выпала из окна со второго этажа и лишь чудом осталась жива. Ее нашел прохожий. Он же вызвал полицию. Сейчас малышка находится под наблюдением органов опеки. Последствия аварии на железной дороге устранены. Движение поездов на участке Называевска и Шим полностью установлено. Отправление и прибытие поездов весь сегодняшний день проходит по расписанию. ЧП на железной дороге случилось в ночь с 1 на 2 декабря в районе станции «Мангут» Называевского района. Грузовой поезд с 35 вагонами и платформами, на которых перевозили технику к месту ремонта, сошел с рельсов. Военные уже подтвердили факт происшествия. Восстановительные работы продолжались более суток. Были задержаны четыре состава. Для пассажиров организовали доставку горячего питания. Движение было открыто по одному пути и осуществлялось по нему в обоих направлениях. Причины ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия. Одна из версий – дефект рельса. В результате происшествия погибших и травмированных нет. Цистерны с мазутом не разлились. По факту железнодорожного происшествия на перегоне Называевская-Мангут, где произошел сход грузовых вагонов, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В рамках уголовного дела сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователи также установят размер материального ущерба. Виновным грозит до двух лет колонии. Соревнования мирового уровня в Омске. Лучшие школьники и студенты колледжа соревнуются в конкурсе профмастерства WorldSkills Russia. Зародилось движение 70 лет назад в Испании. Сейчас его поддерживают 77 стран мира. В нашем регионе чемпионат проходит в третий раз. В этом году увеличилось и количество направлений, и участников. В город приехали конкурсанты из семи регионов страны. Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и Чукотки. Эксперты отмечают, чемпионат хорошая возможность найти работу. Притом как в крупнейших компаниях страны, так и мира. Будущие строители, электрики, стилисты и педагоги. Студенты собрали, чтобы показать себя и найти работодателя. Школьники попробовать навыки в разных сферах и определиться с профессией. В этом году рекордное количество участников, 200 человек. Это больше, чем в прошлом, два раза. Данный чемпионат сегодня и дает возможность показать себя. Показать тому, чему вы научились, что вы умеете, что дано вам, может быть, даже Богу. Нет, вот не зря говорят, что нет профессий в большем будущем. Есть профессионалы в большем будущем. Запомните, пожалуйста. Космодром в миниатюре участники будут конструировать и программировать спутники. Для строителей создадут макет квартиры, в которой они будут делать ремонт. Всего 22 направления. Парикмахерское искусство, графический дизайн, ремонт автомобилей. Есть и новые. Охрана труда, электроника, кирпичная кладка, физическая культура и спорт. Исключительно мы формируем перечень компетенций под потребности работодателей. То есть мы заранее определяем, смотрим по потребности, по прогнозу и затем уже формируем эти компетенции. Движение WorldSkills зародилось в Испании после Второй мировой войны, когда мир особенно нуждался в рабочих руках. Целью тогда называли повышение престижа профессий. Сегодня это крупнейшее в мире соревнование подобного рода. К движению присоединились 77 стран, в том числе Россия. В прошлом году наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира. На ваших глазах сейчас серебряную медаль получает Егор Костиков в номинации «Парикмахерское дело». В России к движению присоединились все регионы, а мячи в числе лидеров. В прошлом году на чемпионате страны выиграли золото в токарном деле и бронзу в парикмахерском искусстве. В этом году на состязание в Омск приехали участники из других регионов Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Чукотки и Уфы. Приехал за недостатка опыта, для накопления дополнительного опыта, для практики и для интереса. Торжественное открытие регионального турнира сегодня, а вот уже завтра начнутся соревнования. Оценивать конкурсантов будут арбитры и работодатели, которые смогут взять самоспособных на свое предприятие. Участники, победившие в региональном этапе, попадут в национальную сборную и смогут рассчитывать на место в самых известных компаниях России и за рубежом. Итоги станут известны 7 декабря. Омские дорожники продолжают разгребать последствия, обрушившиеся на город снегопадов. В конце ноября был побит многолетний рекорд по количеству осадков. С начала зимы вывезли около 74 тысяч кубометров снега, почти в три раза больше, чем за это же время в прошлом году. Снег вывозится на снежные свалки всего и в городе шесть. Две в центральном округе Омска и по одной в остальных. Снежная свалка работает в две смены, то есть круглосуточно. Также организован вывоз снега с городских дорог в две смены. В ночную смену кинута основная сила машин. Это порядка у нас 7 КАМАЗов и 5 ЗИЛов. Днем поменьше машин, 5 КАМАЗов и 3 ЗИЛа возят. Еще снежная свалка принимает снег от частных лиц по талонам, который приобретается в нашей организации на Степной 73, либо на Первой Восточной 50. Цена за один куб 70 рублей. Талоны сдают охраннику полигона. Он же отмечает каждый самосвал в специальном журнале. Поэтому статистика по вывезенному снегу у мэрии точная. Сейчас в городе почти сотня грузовиков совершает по три рейса в сутки на снежные свалки. В общей сложности полигоны готовы принять более миллиона тонн кубометров снега. Впрочем, столько, скорее всего, и не наберется. Так, прошлой зимой было вывезено 728 тысяч кубов. Строительство дорог в микрорайоне Южный райцентра Сидельникова Александр Бурков обсудил с руководством муниципалитета. Разговор состоялся во время визита губернатора в Северный район. Глава региона побывал также в учреждениях культуры и образования. Оценил условия приема и лечение пациентов в местной больнице, пообщался с жителями. Так, больше 10 лет в селе ждали укрепления материальной базы больничного городка. Два корпуса здесь потапливали грунтовые воды. На гидроизоляцию пола и стен фундамента по распоряжению Александра Буркова было выделено 3 миллиона рублей. И в ходе визита руководитель области проверил, как были выполнены работы. Есть здесь и еще одна проблема. Поликлинике нужна перепланировка. Сейчас в ней нет даже элементарного гардероба, не говоря о том, что нет разделения между взрослыми пациентами и детьми. Глава региона поручил Минздраву учесть проектирование и проведение этих работ в планах финансирования. Сидельниковский район – один из самых малочисленных во всей Омской области. Здесь живут 10,5 тысяч человек. При этом район уверенно занимает первое место в регионе по количеству детей, получающих дополнительное образование. А результаты работы в сфере культуры неоднократно получали самую высокую оценку. Губернатор побывал на репетиции одного из лучших ансамблей области. Балетный зал, где занимаются танцоры, находится в здании бывшего кинотеатра. Здесь же располагается детская библиотека, а взрослая и вовсе в не приспособленном для этого помещении спортивного зала. По поручению губернатора решается вопрос переезда книжного фонда в отдельное здание. Другие важные для района вопросы глава области обсудил на встрече с жителями. Одна из самых острых тем – поддержка сельхозпроизводителей, а конкретно фермеров, которые занимаются животноводством. Руководитель Омской области заверил, что расходы на развитие сельского хозяйства сокращаться не будут. Очень важна поддержка сельхозпроизводителей, особенно в северных районах, потому что если в южных районах нашей Омской области мы видим нет свободного куска земли, все засеяно, то здесь много неосвоенной земли. Поэтому мы целенаправленно направляем поддержку на реконструкцию, допустим, животноводческих ферм. Да, пускай может быть не такие огромные деньги, как хотелось бы, но мы изыскиваем из своего небольшого бюджета областного, эти деньги направляем на обновление оборудования животноводческих ферм. Считаем, что животноводство как раз то, что необходимо сегодня для северных территорий. У нас хорошая кормовая база получается, и мы можем производить как молоко, так и мясо. Но в дальнейшем нужно думать и о переработке того же молока и того же мяса уже на территории района. Это важно. И смотрите далее в нашей программе. Свечи и цветы в память о солдатах, погибших за родину. Для нас, сирот войны, это большая, так сказать, победа, что ли. Мы теперь знаем, где наши отцы. В Омске, как и по всей стране, отметили День неизвестного солдата. Из солнечной Италии в сибирские морозы. Абсолютно нормальная погода. Я еще бываю в Якутске, так что по сравнению здесь это тепло. Итальянец Фабио Мастранджело открыл в Омске выставку ледяных скульптур и музыкальный фестиваль «Белая симфония». Сегодня в России отмечают День неизвестного солдата. По всей стране проходят памятные мероприятия. Присоединился к ним и Омск. Цветы и свечи неравнодушные принесли к мемориалам в Парке Победы. Традиционно сюда пришли сотни человек. Это военные, ветераны боевых действий, общественники и школьники. Именно в этот день, 52 года назад, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду. Юлия Кавыршина продолжит. Сирота войны Зоя Тропина признается, Великое Отечественное для нее закончилось лишь этой осенью, когда женщина наконец узнала, где захоронен ее отец. На фронт он ушел из небольшого села в Тарском районе. Защищал от фашистов Ленинград. Погиб в первые месяцы войны, в октябре 41-го. Долгое время считался без вести пропавшим. На то, чтобы хоть что-то узнать о судьбе отца, у Зои Ивановны ушло больше 50 лет. Все прояснилось лишь недавно. В областном военкомате сообщили, ее отца похоронили сначала в Гатчине, а в 45-м перезахоронили в Кирове. Съездила, увезла, цветы положила к мемориалу, весь мемориал прошла. Везде все сфотографировали. В Гатчине меня встретили, в городе Кирове меня встретили. С военкомата представители увезли на машине и все фотографировали. Сейчас пообещали они к 9 мая возложить в мраморную плиту, чтобы было известно, что мой там отец. День неизвестного солдата в России учредили в 2014 году в память о советских и российских воинах, которые погибли в боевых действиях. Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата перенесли с братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад у стен Кремля. Неизвестной остается судьба примерно миллиона советских и российских солдат. В каких боях участвовали отцы и деды, как погибли и где захоронены, многие люди информацию о своих предках собирают по сей день. Посылают различные запросы в архивы, просят помощи у поисковиков. Благодаря последним останки павших воинов и спустя десятилетия возвращаются на родную землю. Так, два перезахоронения состоялось в Василькулии. Еще одно пройдет в Сидельниково уже в это воскресенье. А поисковики из Венгрии и Украины помогли Валентине Давыдовой узнать о подвиге ее отца. Все произошло в декабре 1944-го. Во время сражения близ венгерской деревни Полгорьть командир пулеметной роты Иван Мальцев захватил вражескую минометную батарею и направил огонь против немцев. Погибли как минимум 45 солдат и офицеров вражеской армии. Спустя две недели был тяжело ранен и погиб. Похоронен в Венгрии. Для нас, сирот войны, это большая, как сказать, победа, что ли. Мы теперь знаем, где наши отцы. Имя моего отца, ну не просто, оно увековечено теперь, в Венгрии. Как я говорю, в Венгрии, в Германии, в Польше наши отцы охраняют рубежи нашего государства. И пусть пока известны не все имена героев, отдавших жизнь за мирное небо, но ни один из них не забыт. Юлия Кавыршина, Елена Смирнова и Сергей Гаврилов. 12 канал. Виновник страшного пожара в общежитии Омского аграрного технологического колледжа в ближайшее время покинет колонию-поселение, чтобы снова предстать перед судом. Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего студента. Еще в июле молодого человека осудили за причинение смерти по неосторожности. Напомню, 28 января он готовил в пьяном виде в своей комнате завтрак и устроил пожар. В дыму задохнулись пять человек, в том числе двое детей. Приговор. Два года восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. И вот сейчас осужденному грозит новый срок. Повреждено и уничтожено имущество образовательного учреждения и граждан на сумму более 8 миллионов рублей. Вину в совершении преступления гражданин не признал и обвиняется в совершении преступления, предусмотренном статьей 168 УК РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном развере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, составляет один год лишения свободы. Новое наказание будет прибавлено к тому, что парень сейчас отбывает. Вероятнее всего, виновника пожара не обрадуют Новым годом, а приговорят к исправительным работам. За жизненную стойкость и творческие успехи дипломы от губернатора Александр Бурков вручил награды лауреатам премии «Мир открытых возможностей». Ее ежегодно присваивают одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Торжественную церемонию приурочили к Международному дню инвалидов. Его очередила в 1992 году Генеральная ассамблея ООН. И с тех пор ежегодно праздник отмечают 3 декабря. Среди номинантов – вокалисты, поэты, танцоры, а также спортсмены, футболисты и пловцы. Сегодня грамоты получили шестеро ребят о том, как, несмотря на трудности, дети не теряют веру в себя Екатерина Балучевская. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он никогда не видел ноты, но слышит все грани музыки. Так преподаватели говорят о восьмикласснике Диме Гукином. У парня врожденная ретинопатия, то есть тотальная слепота. Сегодня школьник виртуозно исполняет любые произведения, как классические, так и эстрадные. В репертуаре Бах, Шопен и современный Андре Астьер. И хотя последний малоизвестен, говорит Дима, его мелодии вдохновляют. Мне нравится играть на аккордеоне, потому что он, во-первых, обладает очень мощным звучанием. То есть звук инструмента очень красивый. Мне больше нравится играть для мамы и для друзей, потому что друзья всегда могут поддержать. Нередко Дима играет и для профессиональных музыкантов. Вот уже семь лет он покоряет престижные фестивали. В арсенале больше сотни наград. Медали, дипломы, благодарственные письма. И сегодня копилка пополнилась. Почетную грамоту аккордеонисту вручил губернатор. 17-летний Амич стал лауреатом премии «Мир открытых возможностей». Ее ежегодно присваивают одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году за творческие и спортивные успехи дипломы получили шестеро ребят. А приурочили торжественную церемонию к Международному дню инвалидов. Его учредила в 1992-м Генеральная ассамблея ООН. И с тех пор ежегодно праздник отмечают 3 декабря. Эрик Мария Ремарк говорил, пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. И мне кажется, эти слова сказаны о всех вас, сидящих в этом зале. И я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы подаете другим пример жизненной стойкости. Вы даете пример веры в себя и веры в то, что можно преодолеть любые трудности. Сегодня в нашем регионе больше 130 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. И большинство из них ведут активный образ жизни. Поют в ансамблях, играют в футбол, занимаются бальными танцами. А еще регулярно посещают образовательные мастер-классы и осваивают новые профессии. Все это стало доступным за счет действующих в регионе социальных программ, например, таких как «Доступная среда». В ее рамках многие значимые городские объекты обустроили пандусами, специальной мебелью. А в этом году стало известно, что программу продлевают до 2025 года. Перед концертным залом вырос парк скульптур «Изо льда». Презентации ледяных композиций в Омске открыли музыкальный зимний фестиваль «Белая симфония». Первым концертом программы стало выступление одного из самых востребованных дирижеров мира Фабио Мастранжело. Но перед тем, как послушать омский оркестр под руководством харизматичного итальянца, зрители пригласили поиграть на свежем воздухе. Несмотря на мороз, атмосфера на празднике получилась по-душевному теплой. Наталья Бельская продолжит. На площади перед концертным залом ледяные скульптуры. Акула, елка с медвежатами, скрипичный ключ. Ярко подсвеченные они выделялись в темноте, собирая вокруг себя зрителей. Но еще больше внимания мечей привлекал итальянец. Фабио Мастранжело не переставая улыбался, фотографировался со зрителями и, казалось, совсем не замечал сибирского мороза. Правда, для праздника на улице он все-таки позаимствовал у омских коллег теплую шапку. Абсолютно нормальная погода. Я еще бываю в Якутске, так что по сравнению здесь это тепло. Я был уже много раз, конечно, в Омске. И с удовольствием приезжаю еще раз. В этот раз мы открываем фестиваль, важнейший фестиваль. Поэтому мне совершенно приятно, что мне дали такую задачу. Фабио Мастранжело, третий в мире, обладатель почетного ордена «Звезда Италии». На родине дирижера наградили за развитие сотрудничества с Россией. Маэстро возглавляет Санкт-Петербургский театр «Мьюзик Холл». А с сентября этого года еще и московский коллектив «Русская филармония». На первом концерте фестиваля омский оркестр под его руководством исполнял Моцарта, Бетховена, Брамса, солировал Дмитрий Бородин, скрипач родом из Омска. Зимний фестиваль «Белая симфония» не уступает летним собратьям ни в яркости программы, ни в насыщенности событиями. В афише пять концертов. Омичи услышит одного из лучших волторнистов мира Аркадия Шилклопера, сказки Киплинга в исполнении актера театра и кино Григория Сетвинды, а также саксофон Сергея Колесова, единственного российского музыканта, который входит в элиту исполнителей на этом инструменте. У нас фестиваль шагнул далеко вперед, потому что программа очень интересная, очень насыщенная, более творчески и стилистически наполненная, чем в 2016 году. Ну, понятно, тогда был как бы первый опыт. Заключительный концерт фестиваля состоится 16 декабря. Омский коллектив исполнит произведения современных российских композиторов. В этот же вечер назовут ледяную скульптуру, которая, по мнению о мечей, является лучшей. Голосование сейчас идет на официальном сайте фестиваля. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. И в студии приветствую Ольгу Колесник. Оля, привет. Привет, Аня. Выходные были спортивными. Много ли у фанатов повода для радости и гордости? На самом деле достаточно, потому что наши ребята традиционно выступали как на региональных турнирах, так и на всероссийских. И вот сегодня я подробнее расскажу об успехах омских боксеров, фехтовальщиков и про юного танцора, который привез очень внушительный багаж наград. Теперь мы знаем поименность сильнейших омских фехтовальщиков среди спортсменов младше 18 лет. Первенство региона по фехтованию проходило на двух площадках в спорткомплексе «Юность» и в «Сдюшор» номер 12 имени заслуженного тренера России Аганесса Крикорианца. В стартах приняли участие 130 спортсменов. За медали в сабле боролись 55 из них. У мужчин в итоге сильнейшим стал Ростислав Дениновский. У саблисток не нашлось равных Татьяне Федоровой. В поединках шпажистов победу на турнире одержал Глеб Миллер. У девушек золото завоевала Валерия Кущей. В Омске разыграли медали турнира по боксу имени заслуженного мастера спорта Александра Островского. Состязания шли несколько дней. Омск представляла самая многочисленная команда. Так золото выиграли 10 наших ребят. Серебро шестеро мячей и бронзу вручили еще восьмерым. Также оргкомитет турнира учредил специальные призы. Лучшим боксером среди юниоров выбрали Амича Илью Богатырева. Приз за волю к победе вручили Рустаму Приходько и Алексею Денисову. Турнир имени Александра Островского впервые провели в 2004 году. Инициатором соревнований стал сам Александр Анатольевич и Федерация бокса Омской области. Всероссийская федерация поддержала полезное начинание. И в результате наш регион получил право на проведение всероссийских соревнований класса А. Вплоть до побед Алексея Тищенко достижения Александра Островского не имели себе равных. Проведение турнира сделало бокс еще популярнее среди омских мальчишек. Сегодня Островский живет и работает в Москве, являясь главным тренером команды по боксу Центрального спортивного клуба армии. Семилетний Амич стал чемпионом Сибири по ирландским танцам. Турнир прошел в Томске. В нем участвовало более 200 человек со всего округа. От нашей области за высокие места боролись 4 человека. Алексей Шаховцов и Дарья Мелехова стали чемпионами. А Полина Карпец и Ольга Пантелеева заработали звание вице-чемпионок. Но вот что интересно, за день до этого Алексей Шаховцов взял 10 золотых и одну серебряную медаль в сольных выступлениях. Вот это итог. Спасибо, это были новости спорта от Ольги Колесник. Спасибо за внимание и жду встречи с вами уже завтра. Впереди прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Реклама будет короткой. Год новый, а планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель, гардероб обновить к весне. Кредит в банке Восточный. До миллиона на ваши планы по ставке 11,5%. В одном из крупных торговых центров Омска состоялась церемония вручения главного приза акции «Исполнение желания» торговой марки «Макфа». Ключи от нового автомобиля, а также ценный приз нашли своих победителей. О том, как это было в нашем сюжете. Для Анички Марины Пархоменко 1 декабря стал одним из самых счастливых дней в жизни. В первый день зимы на семейном мероприятии в крупном ТРЦ Омска ей вручили новенькую иномарку от компании «Макфа». И вдвойне приятно, что налог за столь дорогой приз оплачивает организатор акции компания «Макфа». Когда приехал представитель в Омск, и мы поехали в дилерский центр, тогда я уже до конца удостоверилась, когда мне сказали, что не надо ничего платить, что все налоги оплачивает компания. Ну, вот это вообще, конечно, в шоке тоже было. Вот тогда уже стало понятно, что это все реально. Ну, я говорю, я до сих пор не могу в это поверить. И мне кажется, блин, я поверю только, когда поезжу неделю. Это уже четвертый автомобиль из шести, который нашел своего владельца в рамках акции бренда «Макфа» «Исполнение желаний». Стать ее участником очень просто. До 15 января 2019 года нужно купить любую продукцию «Макфа» и зарегистрировать ее на сайте «Макфа.прома». А также сфотографировать чек и приложить его фото при загрузке кодов на сайт. Чек и упаковку с кодом нужно сохранить до завершения акции. За регистрацию каждого кода начисляются баллы. Больше баллов – больше шансов выиграть приз. Каждый день разыгрывается 50 и 150 рублей на счет телефона. Каждую неделю есть шанс получить подарочные сертификаты на 1000 и 1500 рублей. Каждый месяц подарочные сертификаты на 10 и 30 тысяч рублей. И главный приз месяца – автомобиль. В честь награждения четвертого победителя акции «Автомобилем» компания «Макфа» устроила в Омске грандиозный семейный праздник с яркими конкурсами для детей и взрослых. Никто не ушел с пустыми руками. Победители и участники конкурсов получили вкусные и полезные подарки от «Макфа» – то, что нужно для сбалансированного рациона. В акции «Исполнение желаний» «Макфа» вручила уже более 60 тысяч призов. Чтобы попасть в число счастливчиков, достаточно лишь купить вкусную и полезную продукцию от «Макфы» и зарегистрировать ее на сайте, который вы видите на экране. И кто знает, может быть вы следующий, чью мечту исполнит «Макфа». Леона Шанина, Юрий Сычук, 12 канал. И в завершении выпуска о погоде завтра, 4 декабря, по области переменная облачность в районах ночью до 23 мороза. Днем 20 градусов ниже нуля. В Омске завтра возможен снег, ночью 7,11 градусов холода. Днем термометр покажет минус 18. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин